Сегодняшняя наша лекция, она по счёту пятая тема, сегментирование рынка, выбор целевых рынков и позиционирование товаров. Читаю лекцию я, доцент кафедры маркетинга Азербайджанского технологического университета Гаджи Ванушаба Аслановна. Давайте посмотрим, какие сегодня будут нами рассмотрены вопросы. Первый – критерии сегментации рынка. Второй – методы рыночной сегментации. Третий вопрос – целевой сегмент рынка и позиционирование товара. Следующий вопрос – сегментация международных рынков. И последний вопрос – социально ответственный выбор целевого рынка. Здесь представлен список использованной литературы. Как я уже говорила, эта литература дана в начале нашей лекции, то есть нашего урока, первого урока. То есть она применима во всех темах. То есть вы можете использовать его во всех темах. Кроме того, естественно, интернет-ресурсы и так далее. Так, углубленное исследование рынка предполагает необходимость его рассмотрения как дифференциальной структуры в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств товара, что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации. Что же представляет собой рыночная сегментация? Рыночная сегментация представляет собой, с одной стороны, метод для нахождения частей рынка и определения объектов, на которые направлена маркетинговая деятельность предприятий. Это с одной стороны. А с другой стороны, это управленческий подход к процессу принятия предприятий в решении на рынке, то есть основа для выбора правильного сочетания элементов маркетинга. С какой же целью проводится сегментация рынка? Сегментация проводится с целью максимального удовлетворения запросов потребителей в различиях товара, а также рационализации затрат предприятия, изготовителя, разработку программы производства, выпуск и реализацию товара. Что же является объектом сегментации? Конечно, объектом сегментации являются прежде всего потребители. Необходимым условием сегментации является неоднородность ожиданий покупателей и покупательских состояний. Достаточно для успешной реализации принципов сегментации являются следующие условия. Во-первых, способность предприятия осуществлять дифференцирую структуры маркетинга, то есть цен, способы стимулирования сбыта, места продажи продукции. Далее, выбранный сегмент должен быть достаточно устойчивым, емким и иметь перспективы роста. Предприятие должно располагать данными о выбранном сегменте, измерить его характеристики и требования. Далее, какие условия должны здесь соблюдаться? То есть выбранный сегмент должен быть доступен для предприятия, то есть он должен иметь соответствующий канал избыта и распределения продукции, систему доставки изделий потребителям. Далее, предприятия должны иметь контакт с сегментами обязательно, например, через каналы личной и массовой коммуникации. Так, на какие же группы осуществляется сегментация рынка по реакции потребителей на нововедение? Здесь можно выделить следующие группы, то есть приобретающий новый товар на момент выявления его на рынке, то есть это новаторы. Далее, приобретающий новый товар после того, как его купят новаторы и сообщать свой опыт использования, тут, конечно, имеется в виду быстро адаптирующийся к новому товару, и приобретающий товар, который в течение длительного времени находится на рынке. В данном случае, конечно, имеется в виду медленно адаптирующийся к новому товару. Естественно, здесь могут быть и консерваторы, ретрограды, то есть которые полностью отвергают новинку. То есть давайте теперь конкретно посмотрим, что такое сегментация. Вот и на этом слайде видно. Сегментация значит, это деятельность по выявлению потенциальных групп потребителей конкретного товара. Какова основная цель сегментации? Основная цель сегментации – это выделение целевого рынка и целевого сегмента. Конечно, здесь может возникнуть вопрос, а что такое целевой рынок? Целевой рынок – это потенциальный рынок фирмы, который определяется совокупностью людей со схожими потребностями в отношении конкретного товара или услуги, достаточными ресурсами, а также готовностью и возможностью покупать. Тогда появляется вопрос, что такое целевой сегмент? Целевой сегмент – это однородная группа потребителей целевого рынка фирмы, которая обладает схожими потребностями и покупательскими привычками по отношению к товару фирмы. Давайте рассмотрим же, как осуществляется процесс сегментации рынка. Сегментация представляет собой базу для разработки маркетинговой программы, которая направлена на конкретного потребителя. Как раз-таки процесс сегментации состоит из нескольких этапов, что видно на этом слайде. В качестве единицы наблюдения для построения сегментации, как правило, используется отдельный индивидуум. Если товар рассматривается как предмет индивидуального пользования или семья, когда исследуется товар общесемейного пользования. Выбор единицы наблюдения зависит от товара и фазы развития рынка, на котором осуществляется сегментация. Если на начальных этапах развития конкретного товара предприятие концентрирует свое внимание на товаре, то с увеличением числа конкурентов оно вынуждено, конечно, дифференцировать предложение. С развитием товарного рынка возникает необходимость выделения отдельных сегментов, а также повышается требование к обоснованности выбора критериев сегментации. Как раз и на этапе формирования критериев сегментации рынка необходимо прежде всего ответить на какие вопросы. Во-первых, кто основные потребители товара, в чем их сходство и различия. Контингент основных покупателей определяется на основе анализа демографической и социально-экономической характеристики. Делается попытка связать интенсивность приобретения данного товара с определенными показателями. Как вы здесь видите, здесь в первую очередь формирование критериев сегментации, далее идет выбор метода и осуществления сегментации рынка, далее интерпретация полученных сегментов, формирование критериев сегментации, выбор метода и осуществления сегментации рынка, и, естественно, в качественном итоге интерпретация полученных сегментов. Естественно, что в любом процессе применяют определенные принципы, то, что самоотносится и к сегментации. То есть при осуществлении сегментации необходимо соблюдать следующие принципы. Во-первых, принцип различия между различными сегментами. Далее, принцип сходства потребителей. Далее, требования большой величины сегмента. Следующий, измеримость характеристики потребителей. И принцип достижимости потребителей. Таковы основные принципы сегментации. Таковы же методы сегментации. Конкретно я отмечала процесс, из каких этапов состоит процесс сегментации. Сейчас же перейдем к рассмотрению методов сегментации. Во-первых, метод группировки. То есть, что здесь имеется в виду? Разбивка совокупности объектов на группу по наиболее значимым признакам. Далее, метод автоматического детектора взаимодействия. Обратите внимание, каким образом осуществляется здесь сегментация. Здесь идет, значит, полная выборка сначала потребителей. Затем идет сегментация мужчины, женщины. И, естественно, тут определенный интерес представляет группа покупателей, которые живут в городе и в селе. Вот в этом заключается как раз-таки сущность метода автоматического детектора взаимодействия. Следующий метод – это метод многомерной классификации. То есть, метод кластерного анализа. Большое значение при сегментации рынка имеют социально-экономические факторы. В формировании критериев сегментации определенные значения, конечно, приобретают выбор характеристик и требования к товару. При этом учитываются данные потребительских предпочтений и намерениях. Далее, в данном случае, конечно, это осуществляется при выборке товаров по сравнению с аналогичными изделиями конкурирующих предприятий. Далее, характеристики вероятного спроса на новые изделия. Это, конечно, осуществляется на стадии опытной партии. Далее, предпочтение населения относительно тех или иных потребительских свойств изделий. На данном слайде вы видите, как осуществляется сегментация потребительского рынка. То есть, в данном случае рассматривают региональные критерии. То есть, здесь имеются в виду отличительные характеристики городов, областей, регионов. И на что необходимо обратить особое внимание. То есть, расположение региона, численность и плотность населения, транспортная сеть региона, климат, структура коммерческой деятельности, доступность средств массовой информации, динамика развития и юридические организации. Далее, неволоженное значение, как мы же сказали, имеют при сегментации демографические критерии. То есть, здесь имеются в виду основные особенности отдельных людей или групп. Что именно здесь имеется в виду? Конечно, возрастные категории, пол обязательно, уровень образования, мобильность, дифференциация доходов, профессия потребителей, семейное положение и персонально-демографические принципы. Давайте рассмотрим, каковы же критерии сегментации потребительского рынка. В данном случае, в первую очередь, необходимо рассмотреть понятие жизненного стиля потребителей. То есть, здесь определяют именно, как люди живут и расходуют время, приобретенные деньги. Тут, конечно, разбивка по признакам идет следующим образом. То есть, социальные группы, далее, степень использования товара, опыт использования, приверженность торговой марки, типы личностей, отношение к фирме, ее предложения, мотивы совершения покупок и, естественно, насколько важно осуществлять эту покупку. Существует множество методов классификации, которые порождены различными целями и задачами, которые стоят перед исследователем. Естественно, наиболее распространенным методами сегментирования являются методы группировок по одному или нескольким признакам и методы многомерного статистического анализа. Суть метода группировок состоит в последовательной разбивке совокупности объектов на группу по наиболее значимым признакам. Для цели сегментации рынок используется также методом многомерной классификации, когда классификация проводится по комплексу анализированных признаков одновременно. Наиболее из них, естественно, являются методы автоматической классификации. Например, склонность к приобретению вещей в зависимости от отношения людей к моде. Шесть градаций, например, от приобретения модных новинок, пока их никто не носит. Да, мода не имеет значения. Далее, готовность заплатить высокую цену за модные вещи. Далее, доля особо модных изделий в желаемом гардеробе. Давайте рассмотрим, как же осуществляется сегментация, как и критерий сегментации промышленного рынка. На промышленном рынке фирмы приобретают товары для дальнейшего производства и перепродажа другим потребителям. Понятие промышленного рынка мы с вами проходили, поэтому здесь мы напоминаем вам его определение. Здесь, конечно, важное значение приобретает среда, то есть в какой среде функционирует данное предприятие. Обязательно имеется в виду секта промышленности, размер фирмы и географическое положение. Далее, важное значение здесь имеют и рабочие характеристики, то есть применяемая технология, использование данного товара, технические и финансовые ресурсы. Далее, методы совершения закупки, то есть каким образом данное предприятие, данная фирма осуществляет закупки. То есть наличие центра закупки и географическая структура, то есть снизу вверх. Далее, отношение покупатель-продавец, то есть на каком уровне существуют вот эти отношения между покупателем и продавцом. Общая политика закупок и критерии закупки. Следующий критерий – это ситуационные факторы. То есть здесь, насколько точно выполняется заказ, то есть срочность выполнения заказа. Далее, применение заказа, то есть в каком аспекте, в каком направлении применяется принятый заказ. И, естественно, размер заказа здесь тоже играет определенное значение. Далее, личные качества потребителей. Каким же образом осуществляется выбор целевого рынка? Ребята, после разделения рынка на отдельные сегменты необходимо оценить степень их привлекательности и решить, на сколько сегмента должно ориентироваться предприятие, иначе говоря, выбрать целевые сегменты рынка и выработать стратегию маркетинга. То есть здесь, конечно, перед нами стоят вопросы. Должно рассмотреть следующее. Каким бизнесом занимается данная фирма, каким бизнесом ей стоит заниматься и каким бизнесом не стоит заниматься. То есть давайте сначала рассмотрим, что такое целевой сегмент рынка. В начале лекции кратенько я вам давала понятие. То есть целевой сегмент рынка – это один или несколько сегментов, отобранных для маркетинговой деятельности предприятия. При этом предприятие должно с учетом выбранных целей определить сильные стороны конкуренции, размер рынков, отношения с каналами сбыта, прибыль и, естественно, свой образ фирмы. Цели предприятия могут быть заданы как количественные, естественные и качественные. То есть они могут касаться ввода новых товаров или проникновения известных товаров на новые сегменты рынка. Вопрос охвата рынка можно решить одним из следующих способов. Во-первых, можно прогнозировать различия сегментов и выпустить на весь рынок один тип товара, обеспечивая ему средствами маркетинга привлекательность в глазах всех групп потребителей. В этом случае применяется стратегия массового производства, массового маркетинга. Во-вторых, можно сконцентрировать усилия и ресурсы производителя на одном сегменте рынка. В данном случае применяется стратегия концентрированного маркетинга. Эта стратегия особенно привлекательна при ограниченных ресурсах для небольших предприятий. Стратегия концентрированного маркетинга позволяет предприятию максимизировать прибыль на единую продукцию, с небольшими ресурсами конкурировать с крупными предприятиями. Третий способ выбора целевого сегмента заключается в охвате нескольких сегментов и выпуски для каждого из них своего товара или его разновидности. Здесь применяют стратегию дифференцированного маркетинга, то есть с различным планом маркетинга для каждого сегмента. Охват нескольких сегментов рынка требует значительных ресурсов и возможностей предприятий для производства и маркетинга. Надо отметить, что нередко в процессе сегментации обнаруживается и отдельная часть рынка, которым производители по тем или иными причинами пренебрегают. То есть потребители, которые составляют эти сегменты, не удовлетворяют полностью своих желаний и предпочтей. Примером могут служить товары для определенных категорий потребителей, например, пенсионеров, подростков. Подобную ситуацию как раз называются рыночным окном. Производитель, стремяющийся закрыть это окно, естественно, может иметь большой успех. Рыночный сегмент, в котором предприятие обеспечено себе господствующее и стабильное положение, принято называть рыночной нишей. Создание и укрепление рыночной ниши, в том числе и путем отыскания рыночных окон, обеспечивается лишь на основе использования методов сегментации. То есть рыночная сегментация устанавливает различия в спросе, и товар приспосабливается к запросам покупателей. Целевой рынок также может быть определён по технологическому измерению, по функциональному и по потребительскому измерению. Выбор целевого рынка производится на основе анализа конкретно способностей, применительно каждому сегменту. Стратегия охвата целевого рынка заключается в следующем. То есть какие именно виды стратегии? Это стратегия концентрации, стратегия функционального специалиста, стратегия специализации по клиенту, стратегия селективной специализации и стратегия полного охвата. Выбор целевого сегмента осуществляется на основе критерии сегментации потребительского или промышленного рынка. Каково же направление деятельности предприятия в целевом сегменте? Я до этого отметила вам, что существует стратегия недифференцированного маркетинга, стратегия дифференцированного маркетинга и стратегия концентрированного маркетинга. Как же определяется выбор стратегии? То есть он определяется числом индивидуированных и потенциально рентабельных сегментов, то есть тех сегментов, которые приносят определенную прибыль и, естественно, ресурсами предприятия. Какова же стратегия целевого маркетинга? Как вы видите из этого слайда, стратегия целевого маркетинга, это то, что мы отмечали, здесь имеет место недифференцированный массовый маркетинг, дифференцированный, то есть сегментированный маркетинг, маркетинг на уровне рыночных ниш, я вам дала определение рыночного окна и рыночной ниши, и микромаркетинг, то есть локальный или индивидуальный маркетинг. Значит, более, конечно, обстоятельно мы все эти вопросы будем рассматривать на семинарских занятиях. Давайте рассмотрим, что же такое позиционирование товара. Позиционирование – это, в первую очередь, разработка и создание имиджа товара таким образом, что в создании покупателя достойное место, которое отличается от положения товаров конкурентов. То есть позиционирование включает комплекс маркетинговых элементов, с помощью которых людям необходимо внушить то, что речь идет о товаре, созданном специально для них, чтобы они идентифицировали предлагаемые товары со своим идеалом. При этом возможны, конечно, разнообразные подходы и методы, например, позиционирование на базе определенных преимуществ товара, на основе удовлетворения специфических потребностей или специальных использований, позиционирование через определенную категорию потребителей, которые уже купили этот товар, или путем сравнений, позиционирование с помощью устойчивых представлений и т.д. Естественно, позиционирование не может быть связанным с обманом и дезинформацией потребителей. Это, конечно, может сойти один раз, то, с чего производители ждут неудачи и потери. Последним этапом процесса документации является разработка плана или комплекса маркетинга. После принятия решения о стратегии позиционирования товара предприятие приступает уже к детальной проработке составных частей комплекса маркетинга, то есть товар, цена, распределение, продвижение. Рассматривать, конечно, их надо взаимосадить друг с другом применительно к выводному целевому рыночному сегменту. То есть на чём может быть основано позиционирование? То есть оно может быть основано на отличительном качестве товара, выгодах от приобретения товара, особом способе использования товара, отношении к конкурирующему товару, ориентации определенной категории потребителей и разрыве с определенной категорией товара. То есть когда непосредственно, то есть она не находит данный товар, не находит своего потребителя. Следующий вопрос связанный с сегментированием международных рынков. Лишь, конечно, немногие компании обладают остаточными ресурсами или готовы к тому, чтобы распространять свою деятельность, если не на всё, то на большую часть нашей планеты. Хотя некоторые крупные компании, такие как, допустим, Coca-Cola, Sony, продают свои товары более чем в 200 странах мира, большинство компаний, которые действуют на международных рынках, довольствуются значительно меньшим числом стран. Сегментировать международные рынки компании могут на основании одной или нескольких переменных. Можно сегментировать по географическому принципу, сгруппировав страны по их принадлежности к регионам. Например, Западная Европа, Тихоокеанский регион, Ближний Восток или Африка. Впрочем, в странах многих регионов географически уже организованы выночные группы или так называемые зоны свободной торговли. Европейский союз, Европейская ассоциация свободной торговли, Североамериканская ассоциация свободной торговли и так далее. Такие ассоциации, конечно, снижают торговые барьеры между странами-участницами, создавая тем самым более крупный по объему и более однородный рынок. Географическое сегментирование предполагает, что соседние страны, конечно, обладают многими схожими чертами и поведенческими характеристиками. В большинстве случаев, как обычно и бывает, существует и исключение. Например, хотя США и Канада имеют много общего, обе эти страны в культурном и экономическом плане отличаются от расположенной по соседству метики. Потребители также могут отличаться даже в пределах одного региона. Например, многие маркетологи США полагают, что все центральные и южноамериканские страны практически одинаковы, как и проживающие в них 400 и более миллионов жителей. Они, конечно, ошибаются. Доминиканская республика тоже похожа на Бразилию, как, скажем, Италия на Швецию. Многие латиноамериканцы не говорят на испанском, в том числе 140 миллионов, говорящих на португальском языке, бразильцы, и несколько миллионов жителей других стран, говорящих на различных индейских диалектах. Некоторые мировые рынки можно сегментировать также на основе экономических факторов. Например, страны можно разделить на группы по уровню доходов населения или же по общему уровню экономического развития. Некоторые страны, например, так называемые Большой Семерки, имеют стабильную развитую экономику с давними традициями. Есть страны, к которым можно отнести группы новых индустриальных или развивающихся стран. Например, Сингапур, Тайвань, Южная Карелия, Празилия, Мексика. Остальные страны менее развитые в экономическом смысле. Это, как сказать, относительно, конечно. Экономическая структура страны характеризует потребности населения данной страны в товарах и услугах, а следовательно и маркетинговые возможности существуют в этой стране. Страны можно сегментировать и по политико-правовым факторам, то есть тип государственного устройства и степень стабильности власти, степень продакционизма, кредитно-денежная политика, степень бюрократизации. Эти факторы, естественно, оказывают решающее влияние на выбор стран, которые компания планирует начинать свою деятельность, а также на способы ведения этой деятельности. Существует так называемая межрыночная сегментация, формировая сегменты потребителей со сходными нуждами и покупательским поведением, которые проживают в одной или нескольких странах. Сегментирование международных рынков на основе географических, экономических, политических, культурных и других факторов предполагает, что сегменты должны состоять из нескольких стран. Однако многие компании применяют, можно сказать, другой подход, который называется межрыночной сегментацией. Применяя этот подход, они формируют сегменты потребителей, которые обладают сходными потребностями и покупательским поведением. Естественно, что сегментирование рынка открывает перед компанией новые возможности маркетинга. Компания должна оценить различные сегменты и принять решение относительно того, сколько и какие именно сегменты выбрать в качестве целевых. Конечно, здесь компании оценивают и выбирают целевые рыночные сегменты. То есть они оценивают сегменты рынка, далее выбирают сегменты целевых рынков. И здесь, конечно, немаловажное значение имеет и стратегия целевого маркетинга, которую мы с вами ранее рассматривали. Здесь у нас остался еще один вопрос, нерассмотренный. То есть пятый вопрос. Социально ответственный выбор целевого рынка. Естественно, что тщательно выбранный целевой сегмент повышает эффективность работы компании, поскольку позволяет ей сконцентрироваться на тех сегментах, в обслуживании которых она может преуспеть. Потребители также выигрывают от того, что компания использует целевой маркетинг, поскольку каждой группе предлагается товар, который в наибольшей степени отвечает по требованиям ее представителей. Однако целевой маркетинг иногда встречает противодействие и недовольство со стороны общественности. Чаще всего, конечно, нарекания вызывают предложения малоизученных или потенциально опасных товаров, наименее защищенным и малообеспеченным группам потребителей. Производители, допустим, сигарет, пиво и ресторанов быстрого обслуживания также вызвали бурю негодования, выбрав в качестве своей целевой аудитории представителей национальных меньшинств. Например, в Макдональдсе другие сети предприятий быстрого питания подвергались, как сказать, критике за предложение своей жирной, пересоленной пищи, малообеспеченным потребителям, которые проживают в городах. Такие потребители, скорее всего, действительно чаще будут питаться подобные заведения, чем жители пригородов. Быстрое распространение интернета и других средств массовой информации, которые расширяют возможности маркетологов, подняли новые вопросы о возможности зла употреблений при проведении целевого маркетинга. Как известно, интернет позволяет увеличивать охват целевой аудитории и, в свою очередь, обеспечить обращение к тщательно отобренным потребителям. Это может облегчить путь на рынок с сомнительным изделием, а также открыть возможности для недобросовестной рекламы, которая направлена на наименее защищенных потребителей. Как заметил один из экспертов, теоретически представитель целевой аудитории может прочесть составление специально для него, вводящее в заблуждение рекламное сообщение прямо на экране своего компьютера. И все же не все попытки сконцентрировать маркетинговые усилия, допустим, на детях или же этнических меньшинствах и других особых сегментах, называют такую критику. На самом деле часто они представляют определенную выгоду своим целевым потребителям. При проведении целевого маркетинга в основной проблеме, конечно, здесь может возникнуть, какая же основная проблема может возникнуть при проведении целевого маркетинга. То есть здесь основной проблемой является не то, на кого направлены действия компании, а то, как и зачем. Недовольство возникает в случае, когда производители пытаются получить прибыль за счет целевых сегментов, предлагая именно сомнительные товары и недобросовестные методы по отношению к малозащищенной аудитории. Социально ответственный маркетинг требует при проведении сегментации и выборе целевых рынков учитывать интересы потребителей, а не только интересы компании. Мы с вами это проходили на счет социально ответственного маркетинга нашей первой лекции, который как раз занимается вопросами того, что здесь должны защищаться не только интересы компании или же предприятия, но и интересы общества в целом. Ну, я думаю, достаточно. Мы рассмотрели вопросы, связанные с сегментацией рынка, и на что я хочу обратить ваше внимание, значит, конкретно, то есть к выводам, которые можно прийти в результате проведения нашей этой лекции. Далее, что такое сегментирование рынка? Это разбивка рынка на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары или комплексы маркетинга. Далее, что такое массовый маркетинг? Массовый маркетинг – это массовое производство, массовое распространение и массовое стимулирование сбыта одного и того же товара для всех покупателей. Что такое концентрирование маркетинга? Это концентрация маркетинговых усилий на большей доле одного или нескольких собственников, на большей доле одного или нескольких. Противовес с сосредоточением их на небольшой доле большего рынка. Недекоренцированный маркетинг – это обращение ко всему рынку сразу с одним и тем же предложением противовес со сосредоточением усилий на одном сегменте. Далее, что такое позиционирование? Мы достаточно обстоятельно рассмотрели. То есть позиционирование товара на рынке – это действие по обеспечению товара конкурентоспособного положения на рынке и разработка соответствующего комплекса маркетинга. Как же осуществляется выбор целевых сегментов рынка? То есть это оценка и отбор одного или нескольких сегментов для выхода на место своими товарами. Дифференцированный маркетинг – это выступление в нескольких сегментах рынка с разработкой отдельного предложения для каждого из них. И, наконец, целевой маркетинг – это раскраничение сегментов рынка, выбор одного или нескольких из этих сегментов и разработка товара, комплексов маркетинга в расчете на каждый из отобранных сегментов. На этом я завершаю нашу сегодняшнюю лекцию. Естественно, более глубже, более обстоятельно я могу рассматривать отдельные вопросы на семинарских занятиях. Всего вам хорошего. До свидания. Благодарю за внимание.